итак чтобы не затянуть я поставлю будильник на 20 минут чтобы мы уложились 20 минут а если не уложился то в следующий раз до снимем ну и наверное если все таки все пойдет хорошо люди посмотрят у них возникнут у самих какие-то вопросы если мы на все не смог не сможем ответить и мы снимем еще одно видео может быть ответ вопрос ответ что не подобное может быть не знаю что может быть блин я камеру не знаешь в большинстве есть такие иногда вопросы на которые хочется ответить да да все как говно спрашивают так 20 минут я засек в общем решил я снять цикл видео полезных для музыкантов для гитаристов для басистов да блин для разных музыкантов короче вот и мне для этого необходим технический специалист вот а он у меня под боком как раз работает это евгений вот прошу любви ки жаловать евгений я даже не знаю в принципе всех знаний евгений во всех областях вот но я к нему обращаюсь тогда когда я вообще не понимаю что происходит с теми или иным прибором почему он то работает например то не работает и после обращения к жене он начинает работать стабильно вот как-то так я больше ничего сказать не могу приступим к вопросам значит сегодня у нас тема очень простая это гитарная электроника и все что с ней связано и все что мы успеем уместить в 20 минут я себе выписал список вопросов небольшой отправил уважение чтобы он ознакомился заранее не был в шоке от того что я спрашиваю но хотя мне кажется его трудно удивить чем-то с его опытом в общем я работал в музыкальном магазине довольно долго занимаюсь техническим обслуживанием инструментов очень часто разных музыкантов и все музыканты приносит инструменты в абсолютно разном состоянии но вопросы очень часто задают одни и те же вот примерный список вопросов давай по нему пойдем значит самый простой отличие сингла от хамбакера ну отличие первую очередь идет и конструктивная и электрическая так можно сказать в первую очередь сингл это всегда одна катушка того в части с небольшим относительно сопротивлением и небольшим выхлопом он город он более шумящий чем хамбакер хамбакер же представляет собой две катушки включены в противофазе друг друга то есть на встречу друг другу для компенсации шумов и выхлопа у него соответственно больше как бы нельзя говорить о каком-то стандарте но самое ходовое это 7 килоом сопротивления у сингла и 15 ну иногда там 16 килоом это у хамбакера в 16 килоом серьезный я по-моему у duty finger у старых у старых у меня такое ощущение что короче довольно чувствительный микрофон будет ловить вот эти перестановки за дверью гораздо лучше чем у нас до божек ладно стройплощадка короче сингл в два раза слабее ну примерно так нет нельзя потому что по сути именно мощность как говорится звукоснимателя зависит от магнита и это электротехнической стали которая там использовалась конечно количество провода влияет на это но очень сильно влияет тип магнитов ну вот например синглы хорошо пинают а хамбакера нитки плотные по звуку да все просто потому что сингл это одна катушка и у нас не происходит никаких переходных процессов из катушки в катушку хамбакера это происходит там используются как я уже говорил встречное включение именно с целью того чтобы компенсировать нам помехи от одной катушки чтобы катушки были встречены включены пароль встреч на а когда делают отсечку на хамбакере это заменяет обычный вот нормальный сингл который побольше по большей части да то есть в принципе можно поставить хамбакер сделать речку отсечку на силу если не будет символ 8 гитаре круто так ну с этим вопросом пока все у вас по-любому еще какие-то вопросы есть но мы продолжим по 90 по 100 и же с ними вот такие вот датчики типа на джаз-мастере например у фендера или вот я делал обзор на годен там саймур дункан по 90 просто здоровый такой сингл ты открываешь его он какой-то плоский там куча проводы как-то идет речь соответственно сразу любом звуко снимать или нужно говорить о годе изготовления в первую очередь то есть если это старый звуко сниматель год там 60 70 то это гарантированно что он до вас дошел уже в убитом состоянии и тут причина не в том что как он эксплуатировался где он стоял в каком инструменте и так далее не нет и ждем давай конкретно вот него типа ни о живых ни живых звукоснимателях а знаешь такие на джаз-мастер ладно я понял тебя интересует конкретно сингл да они типа мощнее обычных синглов или зачем он мощнее шире катушка там скажем так он ним у него плоскость реакции на струну шире то есть у тебя больше катушка у тебя больше петля и соответственно он дает такой хороший размах можно сказать да и намотки в него больше так окей а вот ты начал говорить о качестве в смысле о старине звукоснимателей ну да потому что как мне говорят по серию сразу начинаю вспоминать джаз-мастер и дамы и все остальное это 70 это в лучшем случае как говорится так я правильно понимаю что если звукосниматель старый то есть не может быть что-то не так надо практически 100 процентов что с ним что-то не так а с чем ну и я встречался по-настоящему только с тем что типа обрывали вот этот тонюсенький волосок который идет от катушки до провода и или обрыв был на самом на самой катушке и звукосниматель супругами она там не обрыв скорее всего там произошло замыкание просто от старости треснула катушку в проводе вообще какие как сказать стоит ли устанавливать старые датчики потому что некоторые музыканты за старыми датчиками прямо гоняются восстановить можно но скажем так ты поставишь современный магнит тебя все равно будут уже другие характеристики магнит он типа размагничивается со временем да то есть он теряется очень сильно свою магнитную силу так чтобы он потерял магнитную силу нужно гитару класть на усилитель нет вообще пофиг без разницы где бы она не висела тут физику не обгонишь 10 лет он уже садится понятно окей тогда давай к вопросу который у нас чуть подальше парафин датчики парафинят датчики заматывают какой-то такой изолентой иногда какой-то черной фигней обматывают это что парафин пункт 1 это скажем так защита от окислов и защита от вибраций больше по большей части от вибрации чтобы там три без каких-то маленьких деталюшек не вызывал у нас реакцию на нашей гитаре ладно раз уж мы пришли к вопросу о внутри внутри датчиков приветствуем мы видео да и вы нас отвлекаете спасибо так здесь это все происходило продолжаем короче раз мы внутри датчиков заглянули магниты керамика лунико типа в чем прикол есть ферритовый еще магниты они есть на и желтую еще магнит да в чем прикол почему три ферритовый магнит пункт 1 у него магнитная сила наверное самая маленькая так сказать по соотношению к массе он размагничивается не чувствуется тоже со временем так достаточно можно сказать быстро керамика второе место по силе и по времени удержания магнитного поля ну и самое последнее это не димы самые мощные магниты применяются много где там не это они или она производит и керамику не а это производитель производить то есть это блин не материал нет я всегда думал что нет материал это ребята которые делали грубо говоря тебе магниты для генераторов статоров роторов под халтурю для звукоснимателей то есть это как с не знать как как с ксероксом типа название фирма вошло в потребление я не знал об этом интересно потому что очень часто люди спрашиваете почем не ставить на страт керамику и лунико идет такой типа молнико наверное они современные такие там пинают получше керамика такая помягче довольно таки давно занимается производством блин окей так закроем тогда тема с уснув с внутрянкой звукоснимателей короче очень многие звукоснимателей такие тонкие проводки особенно у хамбакеров 4 вот этих вот или там 5 тонких проводков они все конечно же там у хороших звукоснимателей заизолированы еще там какой-нибудь в одном провода в один провода потом сверху еще кентом тканевая плетка вопрос такой на кой тканевая плетка и почему она так ценится то есть как бы вообще очень часто продают провода для распайки электроники именно такие в тканевой оплетки вообще на фиг она не нужна то есть пластика вот это вот или резина абсолютно без разницы зависит от материала который в который применялся сам провод сама жила то есть жила важно а нет не важно в идеале конечно все таки там должна быть оплёточка небольшая как на любом нашем кабеле который передает сигнал но самое главное это материал если вы купите какой-нибудь китайский провод как сказать он не гарантирует вам качество а русский вот русские как ни странно гарантируют но вы не найдете русского провода насколько я так не могу сразу вспомнить на такое количество жил и такой диаметр итальянские какие-то провода я вот видел там на струнках еще где-то продают именно в тканевые оплетки почему-то очень ценится именно тканевая плетка может это какой-то эстетически тянет на винтаж так скажем то есть если я покупаю датчики димарсов старые и там вот эти вот тоненькие волоски разноцветные то это нормально потому что как бы я если честно типа паял гитары с такими датчиками ты появишь смотришь на это все вот такое типа тонкая кажется вообще ненадежным но при этом каких-то проблем со звуком нет нет там фона чего-то еще это то же самое вот у тебя в современных наушниках ты возьми как говорится провод разрежьте увидишь всего тоненькие совсем жилки мягко сказать и тоже не как-то не являет на сигнал окей так с нутром датчиков разобрались а я кстати кстати и дальше после по 90 у нас кажется был парафин и коронировка датчиков качество проводов и блин оказывается я выставил так то все вопросы нормально мы идем по плану то есть мы еще закрыли короче вопрос по отличиям хамбакер от сингла по 90 парафин экранировка слушай экранировка не датчиков экранировка электроники экранировка отсек в темброблок да но зачем ну зачем скажем так изначально когда качество магнитов и сердечников звукоснимателей скажем так было так себе старые годы это помогало сейчас же хорошо собраны темброблок он не фонит по большей части сразу же но хочу обратить внимание на правильную конструкцию которую делают товарищи японцы вот в фондерах и у всех таких моментах довольно таки профессиональных там за землю нанкер то есть мысли у тебя гриф уйдет провод к анкеру не видел нигде у тебя колковая механика бридж и анкер представляет собой единую систему то все металлические части у тебя заземлены никогда такого не вообще фендеров не видел старт новый фендерик японский не не попадалось не обязательно фондеров я не помню какой инструмент я тогда видел на помощь что это был японец оригинально да и самый прикол там как оболченый гриф там сделаны два пятака на грифе и на деке слепляются так скажем то есть типа если например в грифе стоит микро тилд то можно вывести экранировку на микро тилд который давит ванкер ну если только ты добьешься хорошего контакта и забрать и не получишь нафиг хоть компенсатор как трудящий больше будет заводиться окей поехали дальше следующий вопрос у меня такой так комплектующий для пассивной электроники их влияние на звук потенциометры гнезда переключатели то есть я вижу очень много вот этого вот загона что типа свитч крафт надо ставить нужно ставить супер свитч мега свитч нужно ставить потенциометр димарцио или там кита и будем исходить из качества сначала потенциометр мы говорим не о фирме производителей о качестве изделия если вы найдете реально качественные китайцы например тот же сам хой электроник все время про них говорю классные потенциометры то есть они долго держат не шуршат это ты-то бы хотеть галины китай то есть лучшую процент а маленькие большие потенциометры типа сейчас все гонятся за большими вообще небольшие вообще никакой разницы это просто форм-фактор абсолютно без разницы и не просто большие они им старые помять вот это все фигня все это это тоже как альпс не альпс альпс кстати производят хорошие потенциометры я не помню и я их очень часто вижу у наших мастеров у ребят которые у нас делают педали собирают они часто берут эти альпс и с кем-то пластиками они сна не самые как ческать ходовые на рынке они недорогие типа 100 там 50 рублей если бы 150 говорится рублей тоже деньги но китаец грубо говоря с 16к вот это их серия 16 самая ходовая можно сказать стоит будет 25 рублей и вот ничем практически не отличаться ну короче если мы хотим максимально качественный звук для гитары для электроники гитарный то есть там предположим хороший датчик с нормальными проводами и вот как вот звук этого хорошего датчика не похерить внутри тембра блока в первую очередь это качество пайки монтажа то есть это по-любому качество разъема вот разъем это камень преткновения практически наверно всех инструментов вот тут можно взять какой-нибудь неутрикс или что-нибудь такое что будет сто процента надежно и главное не будет окисляться то есть разъем лучше брать серьезный разъем серьезный да потому что это то на чего идет постояннейшая нагрузка окей тогда еще вопрос по внутрянке конденсаторы их берут для того для тона да используется только в тоне то есть там создается рц цепочка вот во всех китайцы корейцы проще ставят керамику керамику либо следу если много всяких комплектующих внутри то есть какая-то сложная спайка это усложняет всю схему в том плане что качество звука портится это сопротивление падает мы уже не менее нет если если правильно все сделано то есть вот ух те же вот дунканов вот я на блокаутах играю у них сам усилитель залит в корпусе снимателя то есть ты просто подключаешь все сделано самое главное там сделано на колодках то есть не надо ничего подпаивать провод у тебя не будет со временем заканчиваться поскольку ты все равно подрезаешь когда куда-то меняешь то есть ты щелкнул колодочку все никаких проблем асмр вот это поршень окей то есть получается если нормально мастер распаял тебе все и у тебя хорошие гнездо и хорошие датчики очень сложно потенциометрами но не дешевыми совсем испортить весь звук ну да потенциометр 1 мегаом вот есть такой очень любит его телеководы потому что на оригинальных старых телекастер фендер стояли именно мегомники и на джаз мастер которые стояли я так понимаю что когда ты его открываешь полностью то у тебя сопротивление минимальное что ли между датчиками гнездом так получается да у тебя вообще вообще грубо говоря нет но есть такие кстати потенциометру которых вообще сопротивлю как это называется у них замыкается и сопротивление общения с выключателем или с включателем на кой на кой как сказать рано или поздно все таки у вас дорожка это протирается у вас там бегает бегунок потенциометры на той что когда вы поворачиваете и у вас происходит то есть срабатывает какой-то замыкающего устройства конечно это у вас стопроцентно гарантирует то что у вас будет хорошая коммутация данном случае а как часто менять слушай тогда потенциометра если дорожка стирается или и почистил на контактном раз-два ее можно почистить это не проблема то есть господи обычным медицинским спиртом когда хрипеть начинает да когда начинает хрипеть обычным медицинским спиртом почистила сегодня какие проблемы чаще всего это просто поджал лап а занимает уровня и вот блин я вот не взял свой потенциометр крышку открываешь сзади понятно часть которая бегает ну то есть лучше спиртика прижал лапку которая бегает да и все в принципе заглушал первый раз потенциометр можно отнести мастеру он тебе вскроет и там все подряд и можешь даже сам это сделать вот тут нюанс такой что мысли руки не прокляты да тут момент такой что довольно часто мне приносили инструменты и человек такой говорит я сам делал я сам паял например даже он может понять что-то типа нормальная то есть у меня там хороший потенциометры он купил себе хорошие провода там купил масляные конденсаторы заказать 700 эмерсон и ты открываешь и там просто ужас какой-то то есть человек сам делал и он боял еще паяльной кислотой а самый прикол от паяльной кислоты все современные компоненты брут разъедает а чем допасть но они поле канифоль это все печально если еще как говорится либо лты тоже если все печально так используются нейтральные флюсы для таких целей на то есть форма 418 да можно купить он конечно продается довольно таки большими банками но можно и по чуть-чуть взять слушай на некоторые компоненты не всегда прилипает припой то есть например потенциометры я видел не некоторых мастеров которые берут прямо знаешь типа надфилек и на потенциометре так делают насечки чтобы узнать что у него херовый паяльник который не прогревает элемент раз то есть если паяльник нормально нагревается если нормально нагревается где нормальный припой нормальный флюс то 90 процентов у тебя будет все хорошо если 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 изделие негалимый китайка пытаясь учет припаять есть такие которые реально не появится встречался грубо говоря все припаяется слушай еще вопрос такой по поводу этих компонентов внутреннюю например ножка потенциометра и там их 3 например да или конденсатор вот тоже с двумя ножками да или какие-то еще компонента нужно ли понять самый кончик этих компонентов ну там первых провод у тебя есть дат от датчика тебе нужно как бы залить полностью весь этот оголенный провод торчащие или ну или самый кончик или там позиция торчащик перейдем немного к стандарту по радиоэлектронной обороны по монтажу это является радиоэлектронным оборудованием пайка должна быть ровный скелет не иметь вкраплений и полости соответственно так но 20 минут нам и продолжаем потому что очень интересно давай еще 10 минут засечена окей попробуем так короче не понял этих вкраплений чем ты то есть у тебя пайка должна быть ровная красивая блестящая не быть там грибком она должна быть скелетной то есть она должна обтекать красиво то и шарика тоже херово то есть он должен быть хорошо скажем так пропасть сто процентов внутри пузырей видел такую фигню что например открываешь гитару она может быть даже заводы и там провод например идет от датчика он лежит на потенциометре и он припаян не кончиком то есть не как бы не у провод лежит и залито все а залита вот эта вот часть а кончик открытый он как бы залужен это без разницы это по сути ничего страшного если обеспечиваются хорошие контакты пайка качественная то окей так с этим разобрались так посмотрим что можем еще сделать что можем еще обсудить конденсаторы значит обсудили по поводу экранировки еще хотел вопрос тебе задать большинство современных фирм делает экранировку графитом я так понимаю этого блевают такую просто аэрозоль нанесение порошковый порошок порошковый аэрозоль она даже стирается в принципе ну да окей то есть принципе можно если там стерлась можно восстановить или на старых гитарах тоже это можно сделать да конечно и это имеет какой-то смысл и да имеет небольшой смысл скажем так вот во всех качественных инструментов вы увидите то что к этой графитовой экранировки прикручен провод то есть берется саморез прикручивается корпус давил металлического даже да так не продали до колодки вот тогда имеет смысл да остальное это а тогда на кой медь знаешь типа кладут листы меди или фольг я видел ужас такая фольга она еще да и получают еще большую антенну вот да я это читал уже несколько формира страшное бракобесие вот а зачем продаются прям целые такие скотч такой с этой смею заклеить там эмброблок это он нихрена не для того чтобы заклеить тамброблок это по сути термоскотч его защит его задача по сути изначально при пайке элементов защищать элементов ради при пайке воздухом горячим это у нас его прямоцрячились использовать экран скажем так просто его типа покупают конкретно типа как экран и его читам спаивают андрюн там как-то между за чтобы там контакт да это нафиг не нужно это страдание ну что можем сказать если такая скажем довольно не буду называть знаменитая японская фирма продает подставки деревянные под кабель просто деревянная по за кусок бруска и типа он компенсирует помехи нормально нормально по 8000 продают за штуку не плавали ки 16 большой класс слушай тогда вопрос если все нормально запаяло почему символ так фонят жестко некоторые вот проблема конструктива хамбакер имеет как я уже третий раз говорю встречное включение то есть у тебя твои синусы которые создаются на одной катушке на 2 катушки в противофазе то есть они давят друг друга всего все что он снял включая шумы и прочее идет напрямую поэтому у сингла кажется что такой открытый объемный звук зажатые плотники а при этом как бы когда ты включаешь сингл отсечку с хамбакера он тоже более зажатый нежели обычного сингла получается по причине того что смотря как установлена отсечка блин короче у меня просто сейчас время закончится на камере я думаю что надо заканчивать у меня там еще вопросов дофига написано это очень интересно еще поговорим в чем проблема да мы тогда снимем еще один как минимум когда я думаю что мы несколько роликов снимем потому что по-настоящему тема гитарной электроники еще не раскрыта я вообще хотел изначально поговорить о каких-то вот таких сложных распайках типа там три хамбакера форм-факторе синглов с отсечками на сингл самый прикол что тут еще сердечник рельса это отдельный разговор тут еще а о чем отличается сердечник рельса вот тогда поговорим в этом следующий раз сейчас я запишу сердечник рельса просто и унивительно вот у меня доставать эта гитара тут средний датчик включается вообще отдельным пушпулом почему бы нет то есть как бы он всегда выключен ты вот так вот делаешь у тебя отключается все кроме него он включается у меня на гитаре еще интереснее у меня два хамбакера и должен был быть посередине мину линца 7 у меня того нет у меня там подсветка нормально ну в общем мы тогда на сегодня закончим мне очень интересно мне даже без разницы как кому будет интересно интересно смотреть на этому что люди дима решил просто вопросами люди почерпнут что-то если у вас есть вопросы еще задавайте в следующий раз мы наверное начнем обсуждать с активной электроники активная пассивная электроника очень серьезный вопрос потому что постоянно люди спрашивают актив пассив вот эти войны true не true и все в таком духе потому что у меня например сейчас на басу активный датчик с активным преампом еще я счастлив просто как не знаю кто при этом я купил себе американский фендер с пассивными датчиками и плевался потому что я так привык на активе играть мне так все нравится и как отстраивается но в следующий раз об этом поговорим спасибо большое и вот и и ждите следующего видео пока не нажал 27 не нажал запись